В общественной приемной Харцизского отделения движения Донецкая Республика продолжают вести прием представители правительства ДНР. Сегодня наш город посетили специалисты Министерства образования и науки. На этот раз прием граждан в Харцизке провели главный специалист Министерства в сфере среднего профессионального образования Вера Аверкина, а также ведущий специалист отдела общего и среднего образования Виктория Науменко. Одним из первых был рассмотрен вопрос возможности восстановления в Харцизском профессиональном лицее лицензии на специальность повара-кондитера. Обсудили также проблемы, связанные с определением педагогической нагрузки учителей общеобразовательных учебных заведений. В приеме граждан приняло участие и начальник Харцизского управления образования. Пользуясь случаем, мы поинтересовались у Людмилы Быковой, когда в этом году начнется кампания по оздоровлению школьников и сколько детей льготных категорий из Харцизка нынешним летом отправятся отдыхать на побережье Черного и Азовского морей. В июле месяце мы своих детей не отправляем никуда, они находятся дома. А в августе нам обещают оздоровить 110 человек. Это как бы та квота, которую мы получили в республике. Дети будут отправлены в Краснодарский край и в Ростовскую область. Мы подготовили списки на 110 детей, а может быть потребует с нас большее количество детей, а может быть меньшее. Трудно сейчас ответить, как это будет. Вот начнется оздоровительный сезон именно для города Харцизка, тогда можно будет более конкретно ответить. По информации пресс-службы Министерства образования и науки ДНР, всего с июля по сентябрь в республике планируется оздоровить свыше 2,5 тысяч детей льготных категорий. Ребята поедут в детский оздоровительный лагерь Дмитрий Адовский, расположенный на берегу Азовского моря, недалеко от Таганрога.